МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Антон Скаля. Самым важным в столь раннему часу в ближайшие 5 минут. У завода Модест появился новый хозяин. Это совладелец Барнаульского молочного комбината Гарри Шунья. Он приобрел 100% акции завода за 64 миллиона рублей. Торги стартовали 9 января. По условиям конкурса покупатель обязан сохранить как минимум 73 рабочих места и цех детского питания. Напомню, это единственный завод в крае, который производил молочную продукцию для детей. Чистая прибыль компании за 2018 год составила 12 миллионов рублей. Снимать техосмотр на видео предложили в МВД России. По их мнению, это усовершенствует процедуру. Видеофиксация позволит исключить случаи фальсификации и обеспечит качественную проверку технического состояния автомобиля. Это снизит процент аварий из-за неисправности транспортных средств. Добавлю, в июне 2019 года президент Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Вступить в силу он должен 8 июня 2020 года. Полномочия по контролю за проведением техосмотра автотранспорта возложены на МВД. Один из уникальных мостов Алтайского края полностью отремонтируют в этом году. Он проходит через реку Чумыш в Кытмановском районе. О ходе работы и необходимости обновления объекта узнала наша съемочная группа. 170 метров – это длина моста через Чумыш. Он связывает 16 населенных пунктов Кытмановского района, где живут 4000 человек. Ежедневно 150 школьников подвозят через мост в районную школу. Также здесь проходят дороги в животноводческие и растеневодческие фермы. Поэтому социальная значимость объекта огромная. Но сейчас он признан аварийным. Построили его еще в начале 60-х годов. Хоть и дорожные службы регулярно его ремонтировали, он пришел от времени в аварийное состояние. Опоры подмыло Чумышом. Чумыш – река у нас грозная, опасная. И стал опасен. Люди стали очень часто обращаться, потому что без моста у нас парализуется жизнь. В конце прошлого года начали работу по возведению временного моста. И сразу после запуска движения принялись разбирать старый. Сейчас на объекте заканчивают бурить последнюю опору. Их здесь пять. Еще одной особенностью работ является бетонный узел, который установили недалеко от объекта. В 12 километрах от моста есть все необходимое для приготовления бетонного раствора различных категорий. Ежедневно по потребности запустили завод и изготовили 14-50 кубов. Ну, сколько нужно. Мы отбираем сами пробы и отправляем их на две лаборатории. Центральную строительную лабораторию «Алтайавтодор» и ПЦ «Стандарт». Для запуска этого мини-завода необходима только вода и электричество. Поэтому удается держать высокий темп работ строительным бригадам. По словам специалистов, время на строительство моста таких габаритов около трех лет. А здесь закончить обещают за полтора года. Срок плотации по торгам у нас – это конец 2020 года. Если будет финансирование в полном объеме, а если деньги федеральные в полном объеме будут выделены, если не в полном объеме будут выделены, то конец в 2021 году. Сейчас на объекте работает 39 человек – два крана, экскаватор и буровая установка. Идем по графику, говорят строители, несмотря на непростую зиму. Сейчас планируем работы в две смены, соответственно, людей в два раза больше увеличится. Идем в графике, до паводка нам из русла уйти, соответственно, сделать опору номер 3, 2 и 4. Весной начнутся работы по сборке моста уже на берегу. По плану будет установлено современное освещение, тортуары для пешеходов. Все, что необходимо жителям района. А по грузоподъемности мост будет обладать самой высокой категорией – это 102 тонны. Общая стоимость всех работ составит 451 миллион рублей. Ярослав Улымов, Сергей Балуев, Новости. На этом у меня всего. Хорошего вам дня и хороших новостей.